МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существенного улучшения ситуации эксперты не прогнозируют. У нас в студии президент Ассоциации ресторанов Украины, генеральный директор компании ресторан и консалтинг Ольга Насонова. И о ресторанных реалиях и о перспективах мы поговорим с ней более подробно. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего хочу спросить, с чем вы связываете настолько серьезное падение рынка? Насколько сильно повлияла на это политическая ситуация? И как много внесла негативных корректив экономическая нестабильность? На самом деле ситуация, которую сейчас мы наблюдаем в стране, повлияла на все сферы бизнеса, безусловно, и на рестораны, бизнес в том числе. И, конечно же, не в лучшую сторону. Поскольку сейчас идет речь, ну, фактически об обнищании большей части населения, когда происходят такие процессы, безусловно, многим людям уже не до ресторанов, не до кафе, но поскольку очень трудно исключить посещение какого-то заведения, если это является частью образа жизни, конечно же, люди продолжают ходить в кафе, жизнь продолжается, но просто стали делать это реже и стали заказывать меньше. Насколько уменьшился средний чек? Ну, в среднем на 15-20 процентов. Посещаемость обычного потребителя ресторанных услуг сократилась вдвое. Ну, например, те, кто посещал два раза в месяц, теперь ходят раз в месяц, те, кто два раза в неделю, ходят теперь раз в неделю. Но, опять-таки, поскольку посещение ресторана – это вещь эмоциональная, и очень трудно исключить это из обычной своей повседневной жизни, конечно же, те, кто имеет хотя бы какие-то лишние деньги, ну, скажем так, на удовольствие, продолжают посещать. Те же, конечно, у кого сейчас нет денег даже на проживание, на какие-то элементарные потребности, рестораны уже не посещают, их не привлекут никакие акции, никакие ценовые предложения и никакие скидки. То есть, главным образом причина в ухудшении экономической ситуации? Безусловно. Поскольку политическая ситуация, конечно, влияет, но фактически влияние идет в тех регионах, скажем так, где есть угрозы безопасности людей, и в то время, когда есть угрозы безопасности. Например, в районе Майдана, Крещаде, когда была угроза безопасности людей, конечно же, мало кто помышлял о том, чтобы пойти в какой-то ресторан или кафе, который находится возле Майдана. Как только угроза жизни, ну, фактически минула, люди вернулись в рестораны, те, кто может себе это позволить. Конечно, посещаемость упала, но, опять-таки, если нет физической угрозы жизни, конечно, люди возвращаются. В тех регионах, где сейчас существует, ну, скажем так, угроза безопасности людей, там, конечно, рестораны не посещаются вообще, безусловно. Ну, да, и тут еще есть, наверное, такой фактор, как паника, потому что хочу тоже привести пример из личного опыта. На майские праздники, точнее, в районе 8-9 мая я была в Одессе, и на тот момент в Одессе уже была достаточно спокойна, но люди, тем не менее, не шли, то есть, может быть, еще так по НРЦ. Вы говорите о том, что некоторые рестораторы потеряли 15% своих клиентов, другие 50%. От чего это зависит? На самом деле, зависит очень многое от успешности концепции. При всех минусах кризиса, экономического спада и политических вот этих вот бурь, которые происходят, успешные проекты будут работать всегда. Поэтому мы сейчас наблюдаем, знаете, как во время, ну, наверное, не знаю, там, эпидемий каких-то, когда умирают слабо, сейчас происходит то же самое. Умирают, закрываются те заведения, которые не нашли своего посетителя, потребителя, те, у которых была плохая кухня, которые, ну, предлагали, там, не слишком высокие цены, или плохое обслуживание. Эти заведения – первые кандидаты на закрытие. Успешные проекты. Те, у кого была масса людей и до всех этих событий, они по-прежнему работают, и у них самые небольшие потери. Например, успешные сети ресторанов, там, среднеценовых, или, там, даже фастфудов, потеряли 10-15% обороты. И то, в принципе, это связано зачастую с тем, что, ну, какая-то часть посетителей, может быть, просто уехала из страны, например, уехала из города. Но, опять-таки, неуспешные заведения, заведения с низкой рентабельностью, конечно же, и закрываются, и будут закрываться. Будут закрываться те заведения, которые находятся в арендованных помещениях с высокой арендной ставкой. Центр города, центр Киева, в частности, сейчас является своеобразным гетто, я бы так сказала. Очень многие люди туда, в принципе, не едут, потому что и трудно проехать, и многие улицы перекрыты, боятся за свою безопасность и так далее. Поэтому, а в центре всегда была самая дорогая аренда. Поэтому сейчас те заведения, владельцы которых не договорились по аренде, и по снижению аренды, и по пересчете аренды с собственниками, конечно, будут или закрываться, съезжать, каким-то образом решать этот вопрос. Поэтому тут другого пути нет. Вы общаетесь со своими коллегами из Крыма. Интересно знать, как у них там сейчас ситуация, и повлияли ли политические события, которые мы наблюдаем в этом году, в частности в Крыму, также на рестораны бизнес там. Я, безусловно, общаюсь. Могу сказать, что, ну, по крайней мере, те рестораторы, с которыми я общаюсь, довольны той ситуацией, которая сложилась. Не потому, что у них масса людей. На самом деле посетителей очень немного, и, ну, фактически сезон, на котором крымчане зарабатывали, ну, не то чтобы сорван, но, безусловно, того потока посетителей, который бывает обычно, у них не будет. Они так прекрасно понимают, что год будет тяжелый. Люди довольны, потому что чувствуют себя в безопасности. И то, по крайней мере, фразу, которая, бедные, вот там бедные, что у вас там происходит. Особенно вот эту фразу слышала после событий в Одессе, когда, в общем-то, ну, действительно, произошел, по-моему, просто кошмар, когда в центре Европы погибает большое количество людей, можно сказать, просто ни за что, ни про что. Конечно же, крымчане сейчас чувствуют себя в безопасности, хотя, опять-таки, в плане посещаемости, у них достаточно плохо, поскольку людей очень мало. Мы говорили в прошлой программе, когда общались с вами несколько месяцев назад, собственно, уже была нестабильность в Украине, уже были массовые протесты в столице Украины. Вы говорили тогда о том, что был такой сегмент рынка, который на этом даже заработал. Это, в частности, мобильные вот эти кофейни. Как у них сейчас дела? У них по-прежнему все хорошо? Либо они тоже уже ощутили влияние экономического кризиса? Ну, конечно же, они тоже ощутили. Их стало намного-намного меньше, ну, по крайней мере, с января, с февраля месяца, поскольку, во-первых, и те, кто на Майдане находятся, все-таки кормят, во-вторых, на самом деле там осталось их немного. Те, кто приезжает на Майдан, ну, может, опять-таки стараются экономить и лишний раз не покупают что-то в кофейник. Поэтому, если, например, ну, в январе месяце мобильных кофей на Майдане насчитывало около 50, то сейчас их, дай Бог, чтобы хотя бы 15. Поэтому, конечно же, любой бизнес в условиях любой революции, неважно, революция это на Украине или это французская революция, чувствует себя в основном плохо. Я знаю, что покупают, например, активно камуфляжную форму и так далее. Да, возможно, как бы это сектор бизнеса чувствует себя хорошо. Но ресторанный бизнес, даже те небольшие виды бизнеса, которые были актуальны какое-то время, сейчас чувствуют себя очень-очень нехорошо. Что делают рестораты для того, чтобы, ну, в лучшем случае, вернуть своих посетителей, ну, или хотя бы сохранить тех, кто есть? Они снижают цены, ну, невзирая на то, что увеличиваются цены на продукты и так далее. Они проводят какие-то акции, они придумывают новые блюда. Что, по вашим наблюдениям? Большинство рестораторов цены повысило. Но грамотные рестораторы не повышали их в два раза, а повысили их на 15-20%, ну, какие-то, может быть, на большее количество, на большую сумму. Агумент очень простой. Те посетители, которые не могут ходить в рестораны, для них повышение 20% или 5% или даже понижение цены значения не имеет. У них все равно нет денег. А мне кажется, что, во всяком случае, сложилось такое впечатление, что некоторые рестораторы цену оставили прежние, но уменьшили объем порции. Есть такой момент? Есть такое, безусловно. Просто у всех свои способы выживания. Кто-то оставляет порции, оставляет тоже количество официантов, например, уборщиц, но при этом повышает цены. Гоментер опять-таки тем, что те, кто не мог ходить, не может ходить, они уже в ней придут. А те, у кого есть хотя бы небольшие средства, для них повышение цены в 10-15% не существенно. Особенно если при этом провести какую-то акцию, ну, например, там, скидку в какое-то определенное время, в обеденное, например, или сделать какие-то спеццены на какие-то блюда или напитки, тогда для посетителей будет повышение цен, может быть, не так заметно, не будет так бросаться в глаза. Но большинство рестораторов, опять-таки, повысили цены, но не существенно, не серьезно. Если неблагоприятные прогнозы воплотятся в жизнь, в частности, читала ваши оценки, что в Киеве могут закрыться как минимум 300 из работающих сейчас более чем полутора тысяч заведений. То есть, фактически, до конца года может прекратить свое существование каждый пятый ресторан, либо каждое пятое кафе. Все настолько действительно серьезно. И вот в этой же связи хотела спросить, а есть такие какие-то отчаянные головы, которые сейчас рискуют открывать заведения? Ну, если не в Киеве, то, может быть, в регионах. То, что касается закрытия заведений, это, безусловно, пессимистичный прогноз. Я называла цифру от 200 до 300 заведений. Но, поскольку эта цифра достаточно эфемерна, никто из нас не знает, что будет со страной. Через несколько месяцев, конечно. Да, тем более, как бы до конца года. Поэтому есть, конечно, надежда, что темп закрытия остановится хотя бы к осени. И, например, уже к октябрю-ноябрю месяц уже будут какие-то заведения открываться, кто-то даже покажет рост. Но это, скажем так, есть такая вероятность. Она, к сожалению, пока на данный момент небольшая. Кто-то открывается сейчас? Безусловно, есть заведения, которые открываются. В основном, это те, кто планировал открыться еще в прошлом году. Те, кто уже сделал проект и решил открываться. И вложил уже деньги. Уже вложил деньги, как бы уже назад дороги нет. Но сейчас для некоторых рестораторов, ну, кто-то говорит, что сейчас золотое время в том плане, что можно купить недвижимость для ресторана по достаточно выгодной цене. Поэтому, опять-таки, для кого война, для кого мать родна, на самом деле, дальновидные рестораторы могут, наоборот, считать, что сейчас самое время получить какое-то хорошее место или купить, или получить долгосрочную аренду, поскольку сейчас можно с продавцами недвижимости, с арендодателями торговаться. Можно, естественно, получить очень неплохие скидки и неплохие цены. Поэтому, безусловно, планируют открываться. А то, что касается вообще темпов закрытия, опять-таки, как при любой эпидемии, умирают всегда самые слабые, можем сказать так, что при любом кризисе, любой кризис заставляет бизнесменов шевелиться, шевелить мозгами, думать, как сделать так, чтобы удержать клиентов, что бы еще придумать, какие вести новшества, как, я не знаю, как уже хорошо обслужить, какие придумать акции и так далее. То есть, на самом деле, какой-то кризис подстегивает и фантазию, подстегивает бизнес в плане, опять-таки, в направлении потребителей. То есть, на самом деле, даже ситуация, которая сейчас, заставляет очень многих рестораторов повернуться, наконец-то, лицом, а не другой частью тела к потребителям. Но, как минимум, потребители от этого, конечно же, выбирают. Конечно же, конечно же. Последний вопрос. Вы говорите о том, что такое значительное падение посещаемости наблюдалось в последний раз во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Но тогда заведением удалось вернуть клиентов за 4-5 месяцев, а сейчас отток посещаемости более затяжной. Я понимаю, что в условиях политической нестабильности прогнозировать что-то весьма сложно, но, тем не менее, как Вы считаете, насколько затяжным будет этот отток по оптимистичному сценарию и, соответственно, по пессимистичному? Я бы хотела спрогнозировать не то, чтобы повышение темпов развития, а уменьшение темпов закрытия. К осени, Вы уже говорили. Это оптимистичный сценарий. Да, это оптимистичный сценарий. Но я знаю, что мы вообще живем в условиях постоянной нестабильности еще со времен перестройки. И очень многие бизнесмены к этому привыкли. И это не первый кризис, и не второй, и даже не третий. Поэтому, безусловно, бизнес привыкает к кризису в течение года. Поэтому я могу сказать так, что к осени, даже при каких-то достаточно тяжелых сценариях, бизнес начнет поднимать голову. Мы можем наблюдать за тем, что кто-то развивается, кто-то наращивает обороты, несмотря на падение экономики Украины, на политическую нестабильность в том числе. Поэтому мне кажется, что год вот таких вот серьезных, негативных качелей, не знаю, как бы там, серьезного падения должен закончиться вот где-то вот в октябре-ноябре месяце этого года. И тогда уже не то, чтобы будет всем хорошо, но, наверное, мы видим, что потихоньку ресторанный бизнес начнет возрождаться. Ольга, я благодарна вам за участие в нашем проекте. Время и стекло, и мы должны заканчивать. В конце лишь напомню о том, что в проекте «Акцент» мы общались с президентом Ассоциации ресторанов Украины, генеральным директором компании «Ресторанный консалтинг» Ольгой Насоновой. На этом пока все. Увидимся на телеканале «Первый деловой». Редактор субтитров А.Семкин